Это уже Серёжа начинает болеть за тех людей, которые там находятся. На остров. Мне кажется, это напоминает. Слушай, ну у тебя потрясающий рок. Да, абсолютно. Изобилие. Музыкальную изобилие, я бы сказал. Всё почему. Не случайно оказался вот этот инструмент музыкальный в руках у Сергея. Всё потому, что... Не по этой причине. А всё потому, что находится у нас потрясающая, громкая, яркая, позитивная группа в этой студии «Собосные оборвачки». И я думаю, что пока Серёжа не вытудил всё, мы попросим их немножко представить свою творчество, чтобы до конца мы все проснулись. Да. Пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Александр Казаченко, руководитель группы, представит нам всех. Итак, Владимир Соколов, Джембо, Александр Кудревич, Евгений Степанов, Барган, Александр Казаченко, это я. Джамбо-барабан, да, значит? Джембэ. А, джембэ. А вот это рок, это из чего? От кого? Чей? Это рок горной козы. Настоящий, правильно? Да, это настоящий рок. А у меня получилось, в принципе, вот, воспроизвести то, что вы делали, да? Ну, у него несколько раз не получалось, а потом получилось. Давайте-то... Давай все расскажем. Сейчас я попробую еще раз, называется... Вы тоже можете попробовать? Серьезно? Конечно. Что вы делаете? Блинье холостяцкого. Ну, а сейчас, а ты посмотрел. Отлично. О, почти получилось. Я могу в 12 теперь, знаешь, вместо пушки в Красноярске. Ну, как бы просто... Так, давайте, а я хочу про технологию. Просто... Я ведь хотел, что да. Это как в горн сомкнутой губой. Вы просто... Главное, вибрация губ, а не сила выдоха. Ну, а... Поняла, да? Я... Не-не-не-не. Плотнее губы, плотнее. Ну, я, да, уже техничен. Голос. Нет-нет, тут только губы. Не-не-не, матушка. Да я не понимаю. Ну, я же так же делаю, нет? Нет, только... Я понимаю, да. Молодина. А это чей? Его же. Это... Кого-то из копытных. А, тут еще Букавкатэ посмотреть. Ну, это... Хозяина, так звали. Хорошо. Историю молчу. Давайте поговорим теперь немного о том, что вы... Сейчас аккуратненько сделаю. Ну, мы уже подключились, я бы сказала, что к коллективу. Обучаться уже начали. Обучаться начали. Да, знаем, что еще к вам могут присоединиться люди и поиграть в том числе на... После некого перерыва вы решили все-таки обратно вернуться в то, что преподавать, правильно мы понимаем? Ну, чисто преподаванием это сложно назвать, это такой большой интерактив, где много барабанов, у нас около 20 штук, и любой желающий может присоединиться. Основу ритмотехники мы показываем, можно присоединяться с шуршалками и звенелками, у кого что есть, кто-то с кастрюлями может приходить. 20 барабанов, а все ваши инструменты? Ну, наши в том числе. Еще друзья привозят, поэтому... Просто вот, знаете, наверняка, что в мире существует такая практика, когда большое количество гитаристов собирается играть одну какую-то мелодию, я так понимаю, вы тоже какие-то что-то такое хотите создать, воссоздать? Ну, такое, это свободный джем, то есть просто импровизация, то есть на основе ритма какого-то строится общая игра, каждый что-то свое вносит в игру, то есть основа ритма, она не такая сложная, какой кажется, и все довольно... Многие люди, кто в первый раз без музыкального образования приходят и включаются очень быстро. То есть можно, в принципе, ритм поймать? Конечно, конечно. Как коллеги к вам ваши присоединились, как их нашли, и изначально имели барабан какое-то отношение? Ну, здесь люди совершенно с разных областей, и когда-то, ну, то есть мы давно проводим эти мероприятия, и очень многие приходили, приходя на мероприятия, попробовали играть и втянулись, и... Скажите, чем занимаетесь? То, чем. Ну, вот, то, чем, а я... Она работает, только вы есть, да, для заработка, какие-то финансы, вот, да. Это ваше хобби, правильно я понимаю? Это, по сути, да, хобби, как бы, однажды, когда-то все заболел, и все. А сколько человек есть в команде, которая действующая, так сказать, группа? Действующая 5-6 человек. А ребята относятся к ним? Конечно. То есть это большая часть нашего состава. А мне вот интересно, вы на Варгане играете, а на каком-то из видов барабанов тоже подыгрываете? Да, ну, с барабанов, можно сказать, я начал общение с этнической музыкой, с этнической музыкой, и, в общем-то, это стало стартом в музыкальной деятельности. А сколько нужно уделять времени игре на барабану, чтобы, ну, как-то не терять навык? Наверное, нельзя же делать там, типа, два дня играл, год не играл, снова два, снова год. Это, скорее всего, когда в игру становишься, здесь, ну, как, сама атмосфера, которая играет, да, она вытягивается. Ну, то есть... В общем, регулярно. Не хочется отключаться. Да. Еще можно сделать небольшой анонс. Сегодня вечером Евгений будет проводить большое мероприятие «Вечер варганной музыке». То есть там же, в нашем месте, юрта «Зов предков», которая находится в трое парке, то есть там уже будет акцент больше на варганы. Ну, мы с барабанами тоже совсем немножко, но там будем. А так, в среду, на следующей неделе, у нас уже будет именно барабанное событие. Евгений там тоже будет. Барабанник будет. И барабанить, играть в варган. Хорошо. Скажите, а вообще, куда заходить, как узнавать, где есть информация о том, когда к вам можно присоединиться, когда можно попробовать свои силы игры на барабане? Есть моя страница ВКонтакте, Александр Казаченко. Легко запомнить, кстати, друзья. Да. Вы же Казаченко к тому не имеете отношения. Официально нет. Хорошо, но тем не менее, человек тоже творческий. Итак, то есть меня там довольно легко найти. И есть группа юрта «Зов предков», так называется. Это место, в котором мы сейчас проводим мероприятие. Ее тоже довольно легко найти. И там афиша наших мероприятий тоже. Есть у вас еще какие-то инструменты, на которые вы смотрите, и у вас рождается желание попробовать? Я не знаю, ханк может быть, что-то вот, то, что привлекает? Есть у нас в арсенале и ханк, и глюкофон, есть бразильский инструмент, и берембау. То есть разные-разные инструменты все в нашем арсенале есть. То есть, возможно, в следующий раз мы принесем что-то еще. И разнообразим нашу встречу. А мне вот интересен такой вопрос. Бараба достаточно громкий инструмент, но учитывая, что вы еще силу звука такой подаете, не встречали людей, которые, наоборот, может быть, их раздражал громкий звук, когда вот вы барабаните вокруг и скажут, что такое какая-нибудь бабушка там, я не знаю. Обычно на наших мероприятиях, если кому-то, то есть видно, когда играешь, кто-то заходит, стоит минутку и уходит. Не его. Да, не его. Не попало. А бывает, что проходит человек, слышит, снимает обувь, встает, слушает и включается потом в игру. Такое тоже много раз случалось. А бывает, они снимают обувь? Бывает. Сразу просто идет к барабану. Здравствуйте. Окей. Вот я так понимаю, что все композиции, они заканчиваются каким-то таким апогеем, правильно? Ну, зачастую, да. Да, и это какое-то что-то такое отчасти боевое, правильно? Ну, смотря с каким настроем подходить к этому, да. А, может быть, что просто... А, может быть, что-то лирическое. Ага, серьезно? Правда есть что-то такое? А, не те? Ну, у нас из репетара группы, там, Максим, не знаю. Принескерская. Тоже, например. Хорошо, я предлагаю тогда еще одну какую-нибудь композицию для нас исполнить, там, в течение двух-трех минут. Пускай это будет вот такой зов человека на просыпание и на то, чтобы найти в себе силы встать с кровати уже в этот выходной и отправиться на День города. Это все просто. Получится такое? Ну, давайте попробуем. Давай. Хорошо, тогда вот вам и вашим барабаном слово. Музыка. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...